5 октября 1897 года Алексей Аполлонович Бастром сообщил из Состовки среди других деревенских дел и новостей жене Александре Леонтьевне Толстой, которая с августа этого года жила с сыном Алексеем Толстым в Сызрани, и эту новость тоже. Сашуня, мы с тобой, оказывается, покумились. Митя наш общий крестник. Когда Митина имя впервые встретилось нам в семейной переписке, нам казалось, что искать его все равно, что иголку в стоге сена. Но Митя нашелся. И вот о нем-то наш сегодняшний рассказ. В старинном замке скребутся мыши. В старинном замке, где много книг. Где легкий шорох так чутко слышен. В ливрее спит лакей старик. Но надо писать дело. На полусловие оборвал сам себя Бастром в этом же письме к жене. Магдалине Ивановне метрическое свидетельство я выправил. Посылаю с этой же почтой. Таким образом, нам стало известно имя матери крестника Бастрома и Александры Толстой. Магдалина Ивановна. За эту ниточку уже можно было ухватиться. И ниточка действительно повела нас дальше. Сашуня, вскоре писал Бастром. Магдалина Ивановна опять прислала письмо. Пишет, что по случаю своего нездоровья собирается ехать за границу. Она все еще у Войковых. Я дал ей твой адрес. А вот 23 октября этого же года уже Александра Толстая писала мужу следующее. Шишковы порешили взять Митю к себе в случае смерти Магдалинки. Фамилия Шишковых была нам прекрасно известна. Николай Александрович Шишков, кстати, женатый первым браком на родной сестре Александры Леонтьевны Толстой, Ольге Тургеневой, был в свое время известным в Самаре общественным деятелем. Но вот какое отношение имела к нему какая-то Магдалинка и ее сын Митя, этого мы не знали. Наконец, в метрической книге крестовоздвиженской церкви села Андросовка за 1890 год в разделе о родившихся нам удалось найти такую запись. 22 мая рожден и тогда же крещен Дмитрий, незаконно рожденный. И дальше мать английского происхождения протестантской веры Магдалина Ивановна Гординг, проживающая в России. Восприемники, потомственный дворянин деревни Сосновка Павловка Тож Алексей Аполлонович Бостром и потомственная дворянка Александра Леонтьевна. Таинство крещения совершил священник Вениамин Крылов и дьякон Иван Кормов. Поскольку здесь было большое волосное село, да, павловские жители здесь бывали и на почте, здесь у нас и амбулатория была, и общественная библиотека, ну и, конечно же, церковь. Это вот была первая церковь, очень большая, вместимостью тысячи человек. И точно такой же вместимостью была построена в 1912 году еще одна церковь в честь Иоанна Богослова. Это вот на другом конце села, тоже такая же огромная, вот от той церкви, к сожалению, ничего не осталось. Вот какой церкви предпочитали павловцы пользоваться? Я думаю, все-таки вот крестовоздвиженская. У нас есть воспоминания, как вот для этой церкви закупались в Нижегородской губернии бревна, затем они сплавлялись по Олге до Екатериновки, вот сейчас в Безенчугском районе, это ближайшая к нам пристань, и оттуда на подводах эти бревна доставлялись сюда, в Андросску. То есть каждому крестьянскому хозяйству было определено, сколько бревен он должен доставить сюда. То есть церковь строилась всем миром. К этому времени Николай Александрович Шишков окончил Петербургский университет, начал служить в Самарском земстве и женился на княжне Екатерине Александровне Хованской. А жили Шишковы вот в этом доме на Сарабской улице. Письмо из Англии потрясло Шишкова. Он признался жене в ошибке молодости. Екатерина Александровна была женщиной волевой, строгой, но справедливой. Она предложила взять мальчика к себе, но с одним условием. Он не должен знать, кто его отец. Пусть считает Николая Александровича крестным, а ее крестной матерью. Так в доме Шишковых поселился маленький Дмитрий Фредерик Гардинг. Крестные дядя Коля и тетя Катя заботились о нем и старались ни в чем его не обделить. В 1901 году Дмитрий был отдан в Самарскую гимназию. Между тем Николай Александрович продолжал служить в земстве, писал рассказы для детей и ратовал за народное просвещение. За обедами в столовой и за чаем в гостиной в этом доме велись разговоры о политике. Мечтали о созыве Думы и о реформах. Весь настрой тихой и размеренной самарской жизни круто изменила кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Гимназия, в которой учился крестник Шишкова, забурлила. Не остался в стороне от этих событий и Дмитрий Гардинг. Он тоже ходил на уличные шествия, демонстративно пропускал уроки закона Божьего и участвовал в митингах. А когда революционное движение было смято, Самарское гимназическое начальство решило освободиться от неблагонадежных учеников. И как ни старался Николай Александрович Шишков, каких он не прикладывал усилий, но путь к дальнейшему образованию его незаконно рожденного сына был закрыт. В апреле 1910 года крестные Дмитрия Гардинга читали здесь, в Самаре, вот в этом доме, одно из писем, написанных их крестником из Соединенных Штатов Америки. Мои дорогие, очень я соскучился по России, по Самаре и хотел бы приехать к вам в гости. Думаю, что мне не повредит одну зиму провести в России и устроиться на работу или в Самаре, или где-нибудь на Уральско-Сибирскую копь. А вот уже в июне этого же года здесь, в Самаре, читали такое письмо от американца Дмитрия Гардинга. Дорогая тетя Катя, это мое последнее письмо из Америки. И недели через две после его получения вы получите меня. Думаю я о своем приезде в Россию с трепетом душевным и желудочным. Очень уж соскучился по вашему пирогу с капустой и пополбенной каши. Потому что, как не хороша американская пища, но от картошки никак не избавишься. Вариантов слишком мало. Американская картошка не дурна, конечно, но очень уж я стосковался по дому. А уже в начале июля этого же 1910 года Дмитрий Гардинг приехал в Самару и ел русские пироги с капустой. Правда, радость возвращения домой была омрачена домашними делами. Буквально накануне приезда сына крестника серьезно заболел Николай Александрович. Врачи и свои, и приглашенные установили страшный диагноз – запущенный цирроз печени. С каждым днем больной все яснее и яснее понимал, что дни его сочтены. И с ужасом думал о том, как будет существовать без него его семья. Дача была заложена в опекунском совете. Доходы от литературных дел были невелики и грозили иссякнуть сейчас же после его кончины. Старшему законному сыну Андрею едва исполнилось 16. За день до ухода Николай Александрович признался Дмитрию, что он его отец и попросил юношу взять на себя заботу о семье. Прошло 17 лет. На дворе стоял 1927. В один из зимних дней этого самого 1927 года в подмосковный поселок Сокол, где жил Дмитрий Николаевич Гардинг с семьей, приехал Алексей Толстой с женой Натальей Васильевной Карандеевской и сыном Никитой. О чем они говорили, Алексей Толстой и Дмитрий Гардинг, встретившиеся через столько лет? Видимо, им было, что рассказать друг другу. Алёше, который приходился с сыном Александре Толстой и пасынком Бострому, и Дмитрию Гардингу, доводившимся им крестником. О чем рассказывал Алексей Николаевич Толстой, мы знаем. История его жизни подробно описана и исследователями, и мемуаристами. А вот о том, что рассказывал Толстому Дмитрий Гардинг до недавнего времени, почти ничего не было известно. Правда, сравнительно недавно его дочь Екатерина Дмитриевна Жукова выпустила книгу об отце. Об отце и о выпавших на его долю испытаниях. Из этой книги мы узнаем, например, о том, что неожиданно для себя, став главой большого семейства, скончавшегося отца, Дмитрий Гардинг сделался по предложению дяди Сергея Александровича Шишкова, управляющим его картонной фабрикой в Танино, Пермской губернии. В 1915 году женился на дочери врача Перимова Ольги, а в 1917 стал отцом первенца дочери Кати. Потом были гражданская война и советский паспорт, арест и угроза расстрела. Наконец, должность директора бумкомбината и переезд в Москву, где семья Гардинга обосновалась в поселке Сокол и где сам Дмитрий Николаевич прожил до своей кончины 6 октября 1944 года. А в общем, грустная история, жизнь промах, говоря по-русски, когда она лишь категория обременительной нагрузки. С вами был Михаил Перепелкин.